Домашний арест вполне может быть и наказанием за участие в краже 4 миллиардов гривен. Напомню, вчера подробности уже рассказывали о том, что Печерский суд столицы избрал меру пресечения владелицы Вернумбанка Натальи Игнатченко. Ее подозревают в участии в разворовывании средств на покупку буровых установок в 2011-2013 годах вместе с Януковичем и экс-главой Назбанка Арбузовым. О деталях этой многомиллиардной схемы наш материал. Правоохранители вплотную подошли к раскрытию схемы по закупке так называемых вышек Черноморнефтегаза, буровых установок для разработки украинского шельфа, которые были куплены в 2011-2013 годах. По данным следствия, схему разработал лично Янукович, а реализовывать ее поручил на то время главе Назбанка Арбузову. Янукович надал Арбузову вказалку организовать схему привлечения денег на КНФУ при закупке самоподъемальных буровых установок, выведение на подконтрольные рахунки грешевых денег в сумме до 150 миллионов долларов США с каждого контракта, что до них и организацию их распределил между всеми участниками скорой назначены. Долларовую стоимость каждой установки завысили, проведя покупку через офшорные компании, из-за чего бюджет страны по нынешнему курсу потерял почти 4 миллиарда гривен, сообщил Юрий Луценко. Непосредственными исполнителями схемы, кроме Арбузова, по словам генпрокурора, также были топ-менеджеры «Нафтогаза» и «Черноморнефтегаза». А вот финансовым обеспечением схемы преступной группировки Януковича занималась глава и владелица Верномбанка Наталья Игнатченко. Арбузов подозривается в том, что залучил властницу ВАД Верномбанк Игнатченко Наталью Миколаевну и директор Киевской дирекции Украинского бизнес-банка Коваленко Ольга Ивановна. Игнатченко, которая также была знакома с мельником из Латвии, обеспечивала прорахование гражданных денег в рахунках подконтрольных с переучастниками компании, а также выдачу на территории Украины готівки вызначенным способам, которые принимали участь в злочинных организациях. На днях банкир Наталья Игнатченко и ее помощник Антон Фролов были задержаны правоохранителями. Несмотря на тяжесть обвинений, Печерский суд отправил подозреваемых всего лишь под ночной домашний арест. В Генпрокуратуре уже готовят апелляцию на это решение. Ведь правоохранители требовали назначить банкиру залог в 1 миллиард гривен. По этому делу в розыск уже объявлены экс-глава НБУ Арбузов, а также экс-руководитель Черноморнефтегаза Валерий Ясюк. В Генпрокуратуре надеются, что вскоре могут довести дело до конца, ведь правоохранителям известны не только организаторы и исполнители преступной схемы, но и номера офшорных счетов, на которые переводили украденные из бюджета деньги.